Всем доброго времени суток, подписчики моего канала, зрители! Сегодня речь пойдет об укрытии роз. У нас ноябрь. Вот такая красота у нас была в сезоне 2022 года. Розы мои цвели. Сегодня я буду рассказывать о укрытии чайно-гибридных флорибунды, которые я предварительно в октябре обрезала. Ну и также поговорю о гортензиях, конечно же. О молодых гортензиях в основном. Первого, второго, третьего года посадки, которые я буду тоже укрывать под зиму, так как они в условиях Сибири требуют обязательнейшего укрытия. Некоторые розы, в частности Дэвида Осина, англичанки, успевали отцвести за два раза в сезон при правильной санитарной обрезке после первого цветения. Ну а сейчас поподробнее об укрытии. За окнами у нас ноябрь, 4 ноября. Посмотрите, это у нас первый такой снег, который у нас уже лежит конкретно. То есть минусовая температура ночью. Розы мои обрезанные выглядят вот так. Находятся они у меня под ящиками, которые обязательно имеют отверстия. Отверстия, да, вот видите, то есть они пластиковые дырявые ящички. Обязательно сверху ящики были накрыты у меня досками там или фанерой. Это для того, чтобы влага не попадала внутрь этого вот короба. Еще один момент. Обращаю ваше внимание перед тем, как мы будем в тоннель укрывать, что розы мои не касаются этих ящиков. То есть они обрезаны вот так вот. Вы видите, да, ящик находится на расстоянии со всех сторон от моих роз. Это очень важно для того, чтобы не касались наши розы. Вот обязательно ящиков. Укрытие в тоннель предпочтительно для Сибири. Смотрите, это суть в чем здесь. Мы укрываем тридцаткой лутросилом. Оставляем боковые продухи. Двойне сложенном. Это будет 60 у нас почти. Лутросил 60. Укрывается на минусовые ночные и дневные температуры. То есть наш лутросил мы укрываем, когда у нас минус 7 будет ночью стабильно. И такая же температура будет днем. То есть на плюсовые температуры лучше пока ящиками надо было. Но у нас сейчас уже установились они и ночные, и минусовые, и дневные. Соответственно, я укрываю. По отдельности также у меня закрыты гортензии молодые. Потому что в условиях Сибири метельчатой гортензии до 3 лет стоит все-таки укрывать. Вот Сандес Фрайт здесь у меня гортензия молодая. Второй год посадки. Первый, второй год. Также там дальше показаны другие гортензии, которые также накрыты ящиками обязательно дырявыми. Единственное, сверху не накрыта досками, так как гортензия не так вымерзает, как розы. Поэтому вот опять же обрезаны. Обрезаю только санитарная обрезка. Срезаю только верхушки я с молодых гортензий, а весной произвожу уже формирующую обрезку на гортензиях. Вот здесь тоже ящики. Посмотрите, каждая моя гортензия находится обязательно... Она замульчирована обязательно елочным опадом с шишками. И так иногда можно даже сухими опилками все прикрывать. Так же, как и розы. На розах обязательно укрываем прививку. Ну, а здесь у меня гортензии, которые уже более старшие, которые цвели. Здесь срезаны только шапки. Опять же, просто накрыты ящиком. Или можно просто листвой укрывать более старшие гортензии. Листья обязательно после заморозков все убираем, чтобы грибковые инфекции на весну у нас. Чего мы добиваемся, когда воздушно-сухое укрытие? Наша гортензия, так как и розы в туннеле, они у нас дышат. Самое главное, розы не опарить. То есть, а воздушное укрытие тоннельное, оно не дает именно спарить наши розы по весне. То есть, весной тоннель мы открываем также боковые продухи. И наши розы дышат, как и гортензии вот под такими ящиками. Снеговой покров сходит, и наша гортензия начинает дышать. Вот такая вот простая технология по укрытию для Сибири. Мои розы не вымерзают, который год уже проверено в тоннеле. И также не вымерзают мои гортензии, которые я укрываю либо листвой, либо лапником, либо ящиками. Ящиками простой метод. Ящики обязательно дырявые, еще раз повторюсь, чтобы наши растения дышали. Это важно. Вот так вот. А дальше матушка природа сама сработает. То есть, снеговой покров большой будет. И под нашими подушками наши гортензии и розы будут дышать. То есть, они не опреют. Их не поразит грибок, так как на розах, в частности, не касаться будет влаги. Наши розы будут простаивать сухими. Всем спасибо за просмотр.